Утро на Болткоме Мы хотели бы, конечно, ее видеть в студии, но в связи с ограничениями, получается, что говорить будем так. Но, может быть, в этом есть свои плюсы, потому что мы увидим какие-то вещи, которые она нам покажет специально из дома. Это Инна Давыдова, музыкант, пианист, директор фонда Германа Брауна. Это человек, который много лет дарит нам прекрасную музыку, знакомит нас с мировыми звездами и очень много делает для юных молодых талантов латвийских в своей программе «Аванти». Инна, доброе утро! Да. Доброе утро! Слышите? Да, я вас слышу, а вы меня? Мы тоже очень хорошо слышим. Прикрасно. Значит, связь есть. Да, всё, можем начинать. Личное утро. Наша программа обычно начинается с такого вопроса. Какое у вас личное утро типичное такое? Вот сегодня, например, как началось ваше утро? Первым делом, так, ну, если уж говорить на чистоту, то я последний год делаю зарядку. А, отлично! Для меня это большое… Это отличное утро! Достижение, да. Ну, обязательно кофе и обязательно Фейсбук. Без Фейсбука к нам теперь никуда. Я там читаю новости, я там общаюсь с друзьями. И всегда самое забавное, когда ты утром включаешь телефон, и идёт сигнал, к тебе пришли какие-то сообщения. И у меня обычно их три, четыре, пять. И всегда самый большой такой азарт включить эти сообщения, почитать, кто тебе что написал. Тогда ты чувствуешь, что ты в связи с миром, несмотря на все ограничения. Инна, а зарядка какая-то специальная, какой-то ноу-хау? Да нет, просто чтобы шевелиться потом, без проблем. Нет-нет, такая весёлая. Я включаю музыку, любую такую лёгкую, естественно, не классику, и начинаю под неё что-то из йоги, что-то из каких-то других комплексов. Но это обычно коротко, но это меня тонизирует, а главное, это даёт мне, скажем так, психологическую уверенность в том, что я поступаю правильно. Вот в первом часе у нас был интерактив с радиослушателями, и мы обсуждали тему подарков. Какие подарки должны быть, как их готовить, какие подарки запомнились людям больше всего. Инна, и вот к вам вопрос. Ваше отношение к подаркам, и какой, может быть, история, связанная с подарком, запомнилась вам особенно? Я обожаю подарки, я люблю их дарить и очень люблю их получать. И для меня, наверное, не меньше интрига дарить подарок, чем принимать его. Естественно, когда ты подарок принимаешь, ты не знаешь заранее, ну, как правило, что тебе подарят, и в этом есть уже тайна. Но всегда интересно, как воспримет человек то, что ты ему даришь. Это уже последний шаг, а до этого, когда ты этот подарок для него создаёшь. Потому что, ну, когда-то мы делали подарки сами, я иногда и сейчас прикладываю руку, скажем, к подарку. Но даже если ты покупаешь его как бы готовым уже, то всё равно в этом может быть какая-то особенная деталь или послание, или намёк, или текст, которым ты это сопроводишь. И тогда этот подарок, даже если он куплен в магазине, он становится личным. То есть философия подарка такая, да, подарков, дарения, скажем. Да. Много лет... Мне это очень важно. Много лет подряд вот в это предрождественское время, Инна, вы занимаетесь тем, что создаёте подарки. Это ваш очень красивый и уже очень известный на всю Латвию проект «Симфония игрушек». Чуть-чуть давайте расскажите радиослушателям, которые могут быть не в курсе, что это и как это будет в этом году. Мы волнуемся, потому что... Ой, мы тоже очень волнуемся, потому что то, что мы предложим в этом году, для нас это будет новость. И в этом есть определённая новизна, но и свои сложности. Началось всё не с меня. Началось всё 250 лет назад, 300, когда не то папа Моцарт, не то Йозеф Гайден написали музыку для камерного оркестра, в которой кроме профессионалов могли участвовать и любители, играющие на шумовых инструментах, которых, как мы знаем, очень много, начиная от понятных таких, как барабанчики и ксилофоны и заканчивая детскими погремушками и всякими пищалками и визжалками. Сейчас, делая лекцию о Гайдне, я думаю, что, может, действительно это был он, потому что ему надо было придумывать музыку для герцога и его семейства. И там не все музицировали, может быть, он им в руки раздавал инструменты такие шумовые. Чтобы все участвовали. Но, во всяком случае, это очень милая, остроумная затея музыкальная, в которой есть классический компонент, очень красивая мелодия, понятная, яркая, с вопросами, ответами. И есть также и шумовые инструменты, которые в нужный момент по знаку дирижерского взмаха вступают в музыкальную игру. Началось все с того, если говорить о уже нашем времени, что много лет назад камерный оркестр школы Дарзиня давал концерт в Большом театре в Москве. Это было еще в советские времена, когда деревья были большими, а герои маленькими. Среди этих героев, в том числе, на том концерте играли Гидон Крэмер, Миша Майский и Аркадий Фомин, который с Крэмером учился в одном классе. И спустя много лет, будучи уже известным музыкантом в Соединенных Штатах и музыкантом, возглавляющим консерваторию в Далласе, в Техасе, Аркадий Фомин вспомнил об этой симфонии игрушек и решил ее предложить современным слушателям. И поскольку он был человеком очень азартным и очень креативным, то симфония игрушек, симфония с игрушками, игрушечная симфония, у него сразу стала обрастать разными идеями. А поскольку Америка славится своими благотворительными затеями, то его идея, она попала в очень правильное русло. Он придумал проект, в котором люди приходят на концерт с подарками. И эти подарки – игрушки. И собираются игрушки, и после концерта эти игрушки отправляются к тем, кому этих игрушек недостаточно. То есть они вместо билета приносят игрушки? Да. И люди приходят по приглашению, потому что они должны понимать, где они сидят, но деньги они за это не платят. Ну, конечно, в Америке это сразу обросло очень большими фондовыми деньгами, поскольку проект этот происходил в Далласской филармонии, то есть это были очень большие средства нужны. Но в результате за несколько лет этот проект приобрел такой популярный в Соединенных Штатах, что Аркадию удалось даже вывезти в Белый дом группу музыкантов с этим проектом. И в Линкольн-центре у них были концерты. И вот после Белого дома с этими музыкантами молодыми, а, как правило, основу оркестра составляют его студенты, он приехал в Ригу первый раз после эмиграции. Это какой год был? 89-й год. 89-й год. То есть это вообще для нас как время мамонтов. Да. И тогда я с ним познакомилась, потому что мы из разных поколений, естественно, нас познакомили общие друзья-музыканты. И поскольку я тогда уже занималась какими-то интересными вещами, он меня живо включил в орбиту своих интересов и дружеских контактов. Мы действительно с ним невероятно подружились. Потом я даже принесу фотографию нашу, покажу. Она у меня здесь на пианино стоит. И, по-моему, в тот же год он в Риге предложил эту симфонию игрушек. И затея у него была такая, что потом на сцену с этими шумовыми инструментами должны выйти известные в городе персоны. И у меня есть фотография на работе, где на игрушечном этом инструменте играет, например, Маврик Вольфсон. Оль. Да, представляете? Да-да-да. И я там совсем молоденькая, и сын мой крошечный. В общем, это было очень весело. А потом, когда у меня открылось музыкальное агентство, я предложила Аркадию, можем ли мы это делать. Он был абсолютно счастлив. Аркадия с нами нет уже несколько лет. Он умер, он очень тяжело болел, но еще больным приезжал в Латвию и, кстати, получил от латвийского правительства крест признания за все то, что он сделал, в том числе и для Латвии. Потому что он был человеком невероятно душевно щедрым и открытым. И как только открылись самые маленькие форточки между Советским Союзом и Америкой, он стал утаскивать к себе в Даллас рижских молодых музыкантов, чтобы дать им настоящую дорогу в жизнь. Так, например, Илзе Урбане, наша замечательная флейтистка, попала сначала в Даллас к нему, а потом оттуда уже и в знаменитую джулердскую школу в Нью-Йорке. Тоже с подачей Аркадия. У Аркадия учился Вадим Глуб... Звук пропал у нас. Это какие-то помехи интернета. У нас зависла связь, нужно перенабрать. Его диск с записью музыки ВАСКО был на очень серьезную международную музыкальную премию. И вот Аркадий уже в последний год, не имея физической возможности приехать в Ригу, он мне позвонил и благословил меня на то, чтобы мы этот проект продолжали. И я спросила Аркадий, можем ли мы это делать без тебя. Спросила я, понимая, что он правильно воспримет мой вопрос. Он сказал, Иночка, проект должен жить, ты вдохнула в него новую жизнь, ты это делаешь блестяще, у тебя масса молодых музыкантов, ты добрый человек, и я передаю тебе это с чистым сердцем. И вот мы уже без него 4 года делаем эту симфонию игрушек. И мы последние, наверное, 15 лет мы проводили эти концерты в большой гильдии. Кстати, мы не только в Риге, мы их делали в Екопилсе, в Энспилсе и в Цессисе, по-моему, но это были более благоприятные времена. И у нас приходят люди и взрослые, и дети, и с детьми, и бабушки. То есть, вот мой любимый формат, когда приходят с семьями и приносят игрушки целыми пакетами, упаковками. Мы их красиво выкладываем на столах. Скажите, я могу в камере сейчас показать картинку? Обязательно покажите. Сейчас я её найду, потому что всё. Можете игрушки нам тоже покажите. Да, я буду рассказывать пока. И мы потом подсчитываем эти игрушки, и уже после первого отделения, в начале второго, мы людям показываем, сколько мы игрушек собрали. Вот здесь сейчас, не знаю, видно или нет, как мне это сделать. Вот, наверное, видно. Да, вот так я очень близко. Видно, да. Видны интерьеры большой гильдии, музыканты, и перед ними целый стол игрушек. И вот за нами этих игрушек ещё сотни, потому что часто, вот ещё, фотография тоже из другого года, тоже с музыкантами, и огромным количеством игрушек. И вы знаете, так забавно, что в перерыве народ бежит не в буфет, а бежит в этот зал, где разложены игрушки, потому что наши волонтёры во время первой части концерта их рассаживают по семьям, то есть барби с барби, медведи с медведями, пингвины с пингвинами, и народ бежит на эту выставку, потому что это, конечно, настолько трогательно. И это каждый взрослый себя на какое-то мгновение чувствует ребёнком. И я вам хочу сказать, что пока ты сам один раз не придёшь на этот концерт, ты не можешь даже по самому моему чувствительному рассказу оценить вот этот посыл, который там, который мы задаём, и вот эту атмосферу, которую мы там создаём. То есть люди, которые приходят туда, они становятся уже, ну скажем так, фанами этого проекта и ходят год за годом, вырастают их дети, они ходят без детей, они ходят с друзьями, и у каждого на глазах слёзы. Вот даже я сейчас говорю, и у меня ком в горле, потому что это такая непредсказуемая душевная открытость, которая там на тебя может нахлынуть, и это ни с чем другим, ни с каким прямым, скажем, подарком, вот если говорить о подарках, мы просто приносим, скажем, вот мы приносим вот Хрюшу, или мы приносим Степашу. Это одно. А другое дело, когда мы с этим Хрюшей и Степашей приходим в зал, мы отдаём это, причём дети приносят иногда игрушки, которые они сами выбрали, и может быть даже не так просто с ними расстаться, но им говорят, это для другого ребёнка, которому эта игрушка нужнее, чем тебе. Мало того, у нас бывали такие случаи, когда при игрушках были письма, которые дети с родителями писали. Представляете, какая работа до этого проводится, когда родители с детьми сочиняют послание, которое начинается словами «Мой незнакомый маленький друг, поздравляю тебя с наступающим Рождеством, желаю, чтобы следующий год был для тебя счастливым, удачным, чтобы у тебя был хороший табель и здоровье». И вот ребёнок потом, который живёт без родителей или видится с ними раз в месяц, или находится в это время в больнице, ему очень грустно, он получает этот подарок и это послание. То есть получается, что вы сразу несколько объединяете, сразу несколько очень важных вещей. Во-первых, это музыка прекрасная, во-вторых, это атмосфера и личное участие, в-третьих, помощь тем, кому нужна эта помощь, такая сердечная помощь. То есть всё это вместе получается симфония игрушек. Ну вот это такой комплекс очень важный, и я помню, у нас был случай, когда мы в одном городе предложили этот проект, а отцы города сказали, да что вы так всё усложняете, мы просто купим игрушки и отвезём их в детский дом. Так вот тут как раз и фокус, в прямом смысле фокус, в том, что это не подарок из одних рук в другие, а это целая цепочка, в которой очень много составляющих. Люди же приходят, они же тоже получают, они получают подарок в виде прекрасной музыки, и они до этого уже готовятся, создавая свой подарок и принося его. А потом у этого подарка ещё длинная дорога дальше. Это же совсем другое дело. То есть это какая-то коллективная цепочка душевной работы. Да, абсолютно. От сердца к сердцу, которая передают. От сердца к сердцу, да. И музыканты, у нас и молодёжь участвует, и большие музыканты. И, ну, естественно, это всё стоит каких-то денег, но все участвуют с большим сердцем в этих проектах. И я знаю, вот в предыдущие годы у нас есть уже такое ядро профессиональных музыкантов, которые мне говорят, Ирина, мы за любые деньги будем играть, мы хотим в этом участвовать. Ну вот сейчас мы так всё красиво и душевно рассказали, и вот сейчас мы находимся в декабре 2020 года, там, где мы находимся, в тех условиях, которые от нас не зависят, они нам продиктованы. И как в этом году вы решили действовать? Мы до последнего надеялись, что получится этот концерт сделать в привычном формате, хотя бы с меньшим количеством людей. Потом я поняла, что это будет неправильно, даже до того, как нам это всё прикрыли окончательно. И мы придумали, что мы в этом году сделаем онлайн-трансляцию живого концерта из нашего концертного зала «Артиссимо». И этот концерт будет бесплатный для всех. И люди смогут подключиться через Фейсбук или через Ютьюб. И это произойдёт 19 декабря. Эта информация стоит уже у нас на сайте. Прямая трансляция начнётся в 7 часов вечера. Там будет камерный оркестр, будет дирижёр, буду я, говорящая на обоих языках, как обычно бывает на живых концертах. Будут солисты, будет исполняться музыка Моцарта, Вивальди. То есть такие красивые, сочинения. У нас будут сюрпризы, у нас будут включения из разных стран. У нас будет поздравление от Вадима Глузмана из Соединённых Штатов. То есть они будут с Анжелой Йоффе, с его подругой жизни, с женой и соратником, великолепным музыкантом. Они нам что-то очень красивое сыграют. Специально, да? И ещё нас поздравят. Потом у нас будут включения от наших партнёров, с которыми мы работаем по проекту «Эразмус Плюс», по образовательному проекту, в котором тоже предполагается музыкальная составляющая. И мы попросили наших партнёров из Швеции и Эстонии тоже включиться и поздравить рижских, латвийских слушателей с наступающими праздниками. То есть у нас будет и такой как будто бы живой музыкальный мост. И сниматься концерт будет четырьмя камерами. У нас будет ёлка, у нас будут игрушки. То есть мы попытаемся создать это... Будем ждать. Мы создадим это праздничное настроение и сохраним эту идею. Но единственное, что поскольку в этом году мы не можем собирать игрушки по объективным причинам, то мы обращаемся к нашим слушателям с предложением пожертвовать любую возможную для них сумму на благотворительный счёт Artissima Labdoribus Bedriba. Просто написать пожертвование Zedoums. Этот счёт есть на нашем сайте. И любая ваша сумма поможет нашим молодым музыкантам развиваться дальше. И мы сейчас прервёмся на несколько минут. У нас просто маленький перерывчик. И прямо с этого момента через несколько минут мы продолжим нашу беседу. Про молодых музыкантов. Да. Личное утро на радио Болтком и гости личного утра музыкант, пианист, директор фонда Германа Брауна, очень известный в Латвии человек, который много делает для нас в плане искусства и музыки, Инна Давыдова. Мы продолжаем нашу беседу. Мы в первой части говорили о симфонии игрушек, вспомнили её историю, этой симфонии игрушек, и как это будет проходить в этом году, конечно, иначе. Но вот, Инна, скажите, пожалуйста, как называется ваш сайт? Где это всё можно прочитать, посмотреть? Сайт наш называется, я сейчас ещё даже напишу, сайт наш называется хбф-лв, то есть хбф-лв. Это хбф-лв. Как только вы его открываете, сейчас я его вот нам покажу. Мы опубликуем информацию на сайте Микс Ньюс ЛВ. хбф-лв, вот, пожалуйста, да, ага, да, ну, естественно, три буквы W впереди. Ну да. И там сразу попадаете на нашу симфонию игрушек. И там, по-моему, сейчас ещё там мы не поставили этот счёт, а может быть он, нет, он стоит уже там, там есть уже этот благотворительный счёт. Мы будем признательны за любую сумму, потому что наше благотворительное общество открыто 8, по-моему, или 9 лет назад с целью именно помощи молодым музыкантам и культурным проектам. Не только нашим, но и мы кому-то другому можем иногда помогать, когда у нас есть такая возможность. Но самое главное, это мы поддерживаем молодых музыкантов, мы много лет сотрудничаем с фондом «Зедот ЛВ», мы сотрудничаем с фондом «Черити ЛВ». И, конечно, у всех сейчас непростые времена, поэтому мы надеемся и на индивидуальную поддержку наших слушателей, поскольку мы за эти годы финансово поддержали более 200 молодых музыкантов. В чём они нуждаются? Расскажите. Бывает так, что, например, музыкант собирается ехать на международный конкурс, и ему надо заплатить взнос за участие в этом конкурсе. Мы ему оплачиваем этот взнос и по мере возможности иногда и дорогу на этот конкурс. Или, например, музыкант... То есть, таким образом, просто путёвка в жизнь выдаёте талантливым ребятам. Такие большие слова всегда очень... Мне, например, очень трудно их употреблять, но да, это именно так. Или, например, мастер-классы, на которые они едут. Мы иногда сами их посылаем на эти мастер-классы и тоже оплачиваем им эту возможность туда приехать. Потом это покупка... Ну, музыкальные инструменты мы не можем, это действительно очень дорого. Но, например, комплект «Строн» купить или починить инструмент, на это у нас средств хватает, и мы можем это сделать. Кроме того, мы выплачиваем такие одноразовые большие стипендии тем, кому просто надо развиваться. То есть, они потом сами, как считают нужным, могут их использовать. Потому что, например, молодому музыканту надо огромное время, чтобы выучить новую программу, допустим, какую-то очень сложную. Значит, это время он не может себе никаким другим образом деньги зарабатывать, потому что он должен сидеть и заниматься по 8 часов в день. Вот мы ему компенсируем это время и выплачиваем такую одноразовую стипендию. Ну, то есть, они очень-очень разные. Но, как правило, это вот поездки, это покупки струн, потом этих язычков для духовых инструментов, это тоже очень дорогое удовольствие. Ну, во всяком случае, нам эта молодежь благодарна. И начинала я это когда-то просто из личных средств, ну, собственно, и сейчас из личных средств тоже бывает, не без этого. Но когда-то это было моим просто таким сердечным велением, и первый, кому я так помогала, это был Вестерд Шимкус. И он об этом помнит и рассказывал, что только благодаря вам он попал на учебу в Испанию, вспоминал вас. Да, очень тронуто, потому что, ну, да, действительно, это так, это правда. Да, это так, но просто, ну, это приятно, когда он об этом говорит, а не я. Потом у нас была Элина Бокша, которая для меня просто как дочка, и она меня называет своей второй мамой, и для неё тоже было очень много сделано. И было ещё очень много музыкантов до того, как мы открыли благотворительное общество, а потом мы поняли, что мы просто должны это поставить на такую реальную основу, и мы стали этим заниматься уже более профессионально. И вот сейчас мы можем гордиться этим списком музыкантов. Кстати, я хочу сказать, сказать, что у нас в «Симфонии игрушек» всегда принимают участие молодёжь, и мы их потом поддерживаем, ну, в том, что им необходимо. И я очень надеюсь, не могу сказать твёрдо, но очень надеюсь, что в нашей нынешней «Симфонии игрушек» будет участвовать замечательный молодой музыкант, его уже не назовёшь ни ребёнком, ни вундеркиндом, это Даниил Булаев, с которым я стала дружить, когда ему было шесть лет, и первый сольный концерт он у меня сыграл в моём фестивале, в первом фестивале «Аванти», это было восемь лет назад, ему тогда было восемь, теперь ему шестнадцать, и он музыкант с международным именем. В «Симфонии игрушек» он принимал участие дважды, первый раз он был совсем маленький, второй раз он был с меня ростом, теперь он выше меня на голову. Я очень надеюсь, что он тоже сможет у нас участвовать. Очень серьёзное ограничение, я думаю, что это нашим слушателям будет интересно узнать, очень серьёзное ограничение и по вот этому концерту. Например, на репетициях музыканты должны сидеть в масках. А если духовой инструмент? Простите. Если духовой инструмент? Тогда не надо. Ну, всё-таки логично, но струнники и дирижёры, они должны быть в масках. Представляете, какой у нас будет просто каза ностра у нас будет. Живописный. На репетициях. Но на концерте маски, естественно, не нужны, слава богу. Но, тем не менее, школьники у нас участвовать не могут. Могут студенты и взрослые. А если школьники, а Даниил у нас школьник, то я дала слово, что школьник будет играть со своим концертмейстером, а не с оркестром. И в то время, когда школьник будет играть, оркестр в этом помещении находиться не будет. Оркестр спрячете, да? Оркестр уйдёт, да, пить кофе в это время. Да. У нас есть такая возможность, у нас там всё есть, и всего много, да, и мы их отправим пить кофе, а в это время он будет играть, но что делать? Зато мы сохраним проект, как это говорится. Главное, сохранить отряд, как боевую единицу. Ну вот мы и сохраним. Давайте напомним, 19-го числа, когда, где подключиться, как посмотреть, что-то бесплатно. Я, поскольку мы это делаем первый раз, я подробностей сказать не могу, знаю точно, что мне сказали техники, что можно будет слушать и смотреть через Фейсбук, через Ютьюб, я думаю, что будет какое-то включение прямо у нас на сайте, но мы эту информацию через неделю всюду распространим, и вас попросим нам в этом помочь, и мы в газету, естественно, отправим информацию, во все средства массовой информации, везде это будет возможно. А на Фейсбуке ваша страничка называется как? У нас есть две страницы, на обеих, я думаю, можно будет смотреть. Одна – это «Артиссимо концертзале», и вторая – это «Хермене Брауна Фонтс», и еще у нас есть «Как человек» Хермен Браун, а еще есть Инна Давыдова. То есть мы всюду поставим, и где только возможно вот эти ссылки, и можно будет через любой профиль войти и этот концерт смотреть. И на сайте mixnews.lv тоже опубликуем эту информацию. Инна, у вас очень интересные всегда были образовательные программы, лектории для разного возраста. Как сейчас? Новая филармония. Вот этот проект. То есть как сейчас вы думаете, опять же, сохранить проект? Наша новая филармония. Мы даже успели в октябре еще провести концерт и даже не в библиотеке, а во Дворце культуры ВЭФ, но, к сожалению, это был пока единственный. Что касается новой филармонии, которая тоже предполагается для всей семьи, это для меня еще пока тема в развитии, но для более взрослых детей, ну то есть, видите ли, и новая филармония, она была рассчитана на всех, и на детей, и на взрослых, но это длинные концерты, и там можно было по-разному распределять материал, так чтобы было всем возрастом интересно. В онлайн-формате это все-таки так невозможно, это получается уже очень пестрое смешение жанров, но я делаю лекции онлайн, и я знаю, что их смотрят взрослые со своими подросшими детьми, то есть лет с 10, если дети занимаются музыкой, лет с 12, уж точно можно эти лекции слушать. И эти лекции, они платные, но они стоят недорого, и, кстати, эти деньги тоже идут на благотворительные цели, которые уплачены за эти лекции, и тоже можно уплатить через наш фонд, счет, да, и эти лекции, они есть тоже на нашем сайте, если открыть наш сайт и прокатиться в самый низ расписания, то там будет написана филармония в сети. Сейчас я тоже покажу картинку, потому что мы открыли свой... Вот какие интересные темы, может быть, вот нам расскажите там. Темы, которые у нас уже готовы, и которые можно купить и вот уже на эти выходные начать слушать, это Бах, властелин музыки, Гендель, свой среди чужих, Вивальди, не только времена года, и еще у нас на подходе, то есть буквально на подходе на следующей неделе будут готовы две лекции о Гайдне. Поскольку он прожил очень длинную жизнь и очень много музыки написал, мы посвятили ему две лекции, они разные. И уложились, да. Вот так выглядит наш канал. Это наш канал, называется он «Филармония в сети», и там вот есть разные разделы, один из них называется «Моцарт в твоем багаже». Ну вот я думаю, что это название больше всего подходит циклу вот этих онлайн-лекций. Они разного формата, есть 45-минутные, есть час 10, то есть они довольно подробные. И там Инна приходит к вам в дом, садится напротив вас и рассказывает вам о музыке. За мной картинки, звучит музыка, потом какие-то вкрапления живой музыки, даже что-то из мультипликации мы там на Баха поставили. Но во всяком случае это мой голос, это я и это мой подход, потому что, конечно, это авторская программа. Понятно, что иногда ты рассказываешь об общеизвестных фактах, но они предстают совершенно в другом виде, когда я об этом рассказываю. И я знаю, можно даже купить абонемент, там получается 20 лекций, тогда они стоят 75 евро, потому что отдельно каждая лекция стоит 5 евро. Меня уже стыдят и корят и говорят, что это слишком дешево, но я думаю, что, по крайней мере, для начала это правильно. Пусть это будет именно так. Это спасательная музыка, которая в наше время очень непростая, конечно, очень нужна, вот мы уверены. И Бак, и Гендель, и Вивальди, это то, что сейчас перед Рождеством действительно людям может доставить огромную радость. А получается, значит, одна лекция, вот если пробную, 5 евро, и вся семья может сесть перед этим экраном и прослушать эту лекцию. В принципе, когда вы идете в кино... Они потом могут к ней вернуться завтра и послезавтра и через год, потому что... И показать ее, может быть, и друзьям, и... Ну, мы просим все-таки этого не делать. Мне кажется, это нечестно. Ну, в принципе, посмотрите... Если... другое семью или, как сейчас говорят, другое домохозяйство, я думаю, что 5 евро каждый может уплатить. Да, потому что, если, например, вы идете всей семьей в кино, да, вы покупаете всем билет, а здесь вы покупаете один разовый коллективный семейный билет и прослушаете. Теперь, Инна, скажите, вы сказали, что это интересно детям, которые учатся, занимаются музыкой, но детям, которые не занимаются музыкой, просто с точки зрения кругозора и гуманитарного развития. Я просто думаю, что если они занимаются музыкой, то они могут, скажем, уже десятилетними это слушать и смотреть, а если они подальше от этого всего, ну, наверное, им надо чуть-чуть подрасти. Но это все зависит от того, как этими детьми родители занимаются, потому что у меня же и шестилетние сидят на концертах и слушают весь этот взрослый рассказ про, скажем, про королей, про политику, про историю. Это же они этого не понимают, но им интересно. Потом, когда живой человек перед тобой на экране и еще картинки справа-слева появляются, это, мне кажется, занятно и любому интересно. Тем более, что растет поколение визуалов, и если им все показывают, они это все и смотрят, а заодно и музыку слушают. Особенно, скажем, те дети, которых родители водят на ваши концерты и мероприятия постоянно, они вас знают как постоянную ведущую, им это, в общем-то, такой эффект присутствия очень любопытно. Конечно, конечно, и это я уже и поняла, потому что первыми стали покупать эти абонементы именно те семьи, которые ходят к нам на новую филармонию. Я еще хочу рассказать об одной возможности, которую мы предлагаем. Это наша подарочная карта. Сейчас я попробую тоже ее показать. Подарочной карты есть еще своя совершенно необыкновенная возможность. Вот она такая у нас тоже с этими человечками, которые слушают музыку. Это наш символ симфонии игрушек, но мы ее поставили и на подарочную карту. Вот она, эта подарочная карта. И вот тут написано, что на сумму, указанную в подарочной карте, вы можете приобрести билеты на любые концерты фонда Германа Брауна, а также лекции онлайн, диски и книги нами изданные. То есть у этой карточки очень широкий спектр действия. И вот сейчас перед Рождеством, а цена ее начинается с 10 евро, ну, для пенсионеров мы тоже можем сделать послабление. Во всяком случае, звонит нам человек и говорит, я хочу купить подарочную карту, у меня есть 10 евро. Вот мы ему даем эту подарочную карту, она работает два года. Два года, представляете? То есть в следующем году, когда у нас начнутся концерты, вы можете эту карту использовать. В следующем году, когда у нас будут летние концерты, а я уверена в том, что они состоятся, вы сможете эту карту использовать. Вы можете на нее у нас сразу приобрести два компакт-диска, потом выбрать уже сами. Вы можете эту подарочную карту подарить своим друзьям на Рождество или на Новый год. И это прекрасный подарок для любого, кто интересуется музыкой, культурой, искусством. Потому что её потом можно использовать в самом разном формате. И читать книжку, и слушать музыку, и приходить на концерт, и купить лекцию онлайн. Это тоже через наш сайт. Там есть отдельный раздел «Заказать подарочную карту». Инна, а у нас такой вот ещё вопрос. Буквально осталось совсем немножко времени до окончания программы. Мы всё-таки не можем не спросить. Вот буквально недавно такое печальное событие было, ушла из жизни Ирины Антонова, знаменитая, с которой у вас были очень близкие отношения. И вы обещали об этом написать даже. Вот можете немножечко про неё вспомнить? Потому что это уместно сейчас. Единственное главное, мне надо сейчас собраться с духом, чтобы горло не перехватило. Вы знаете, я всегда этой женщиной восхищалась, и я никогда не думала, что нас жизнь сведёт. Но так сложилось, что в 2016 году, когда Европа отмечала и большой юбилей Леона Багста, в Риге проходила замечательная выставка, которой мы приурочили цикл музыкально-литературно-лекционных вечеров. Это было в моём любимом формате, когда люди приходят, слушают музыку, смотрят выставку, потом слушают лекцию, и потом общаются, пьют кофе, едят фрукты и разговаривают. Это проходило в музее биржи, и одним из таких гостей должна была стать Ирина Александровна. Но она тогда заболела, у неё были проблемы с ногой, она, по-моему, даже операцию перенесла, и мы встречу с нею перенесли на следующий год, на 2017. Но сделали уже это не в бирже, поскольку встреча с Тригуловой, с директором Третьяковки, показала нам, что для таких фигур, таких значимых личностей всё-таки биржи маловато. Мы придумали, что встреча с Антоновой будет в библиотеке. Дата была перенесена дважды. Сначала вот с одного года на другое, а потом вместо 5 апреля она к нам приехала 6, потому что 5-го Путин приходил в музей на очень значимый театр и выставку, и она считала, что должна быть обязательно при визите такого высокого гостя. И должна сказать, что ни один человек не вернул билет, хотя дата поменялась, и даже знаю, что некоторые люди отказались от билетов в театр, которые у них были на следующий день, вот на тот, с которым совпал новая дата встречи с Антоновой. Ну и вот два дня она провела у нас в Риге. Я её встречала в аэропорту, я с ней была всё время, и на следующий день мы с ней гуляли. Это невероятно, потому что она приехала с двумя пакетиками, один из которых предназначался мне, там были гостинцы. Я спросила, где ваш чемодан? Она говорит, Инночка, какой чемодан? Я же на одни сутки. Тем не менее, у неё было во что переодеться в красивый костюм, в котором она вышла на сцену на высоких каблуках. Она вышла на сцену библиотеки, села в кресло, положила нога на ногу и два часа нам рассказывала о себе, о своей жизни, о Джоконде, о выставке «Москва-Париж», об импрессионистах, о Мальро и о том, какой она видит культуру в 21 веке. Потом был бокал вина, на котором она полтора часа общалась с публикой. Это было уже до 10, до половины 11 вечера. Не забудем, что в этот момент ей было 95. И когда я спросила Ирина Александровна, ну что же мы будем делать с ужином? Она говорит, так я уже поела, тут у вас только всего вкусного. Нет-нет-нет, мы сейчас еще пообщаемся и поедем домой. На следующий день в 9.30 мы с друзьями-журналистами были уже у нее и полтора часа она давала интервью. После этого мы с ней пошли в биржу, она хотела посмотреть выставку, тогда у нас были испанцы, и посмотреть, как биржа устроена. Там мы пили чай с плюшками, нас угощала Дайга Упенец, директор музея. После этого мы поехали в государственный музей, где Мара Лаци стояла на вытяжку у входа в музей, встречая Великую Антонову. Там мы провели полтора часа, она осматривала залы, потом мы сидели там в очень красивом месте, я не знала, что там есть дивная совершенно библиотека. Мы там тоже общались. После этого у нас оставалось время только на перекус, и надо было уже лететь в аэропорт. Тем не менее, перед перекусом мы еще заехали на улицу Альберта, я спросила, хотите посмотреть? Она сказала, очень. И она вышла из машины, осмотрела, прошлась несколько шагов, вот посмотрела эту знаменитую Альберта 2, Альберта 4, Альберта 6, вот эти самые красивые дома. После этого мы с ней пообедали и поехали в аэропорт. И у меня было такое ощущение, во-первых, что я ее знаю гораздо дольше, чем два дня. Это раз. Второе, что мы с ней в прямом смысле одной крови. И самое главное, и это чувство меня посетило в тот момент, когда я увидела ее в аэропорту, и я об этом сразу сказала своему сыну. То есть у меня есть свидетель, что я это не сочиняю сейчас. И я об этом напишу. Вот скажи она мне в тот момент, служи мне. Вот ты пойдешь и будешь служить, и будешь с ней, и пойдешь за ней, как за пророком, как за учителем, с большой буквы. Вот такая сила от нее, 95-летней женщины, ниже меня ростом. Я маленькая, она была ниже меня на полголовы. Исходила. И этот заряд от нее идущий, и этот взгляд блестящих глаз, это еще было до того, как я ей сказала здравствуйте. это была только энергия личности, просто вот энергия физиологическая. Невероятное ощущение, и оно со мной, и я восприняла ее уход как личную потерю. Ну, светлая память, действительно, это великая женщина, сделавшая столько для культуры. Спасибо вам за ваши вот эти воспоминания, такие теплые, личные. Спасибо. Программа подходит к концу. Буквально осталась одна минуточка. Мы хотим пожелать вашим проектам вот просто зеленый свет, и чтобы все очень хорошо получилось в этих новых наших условиях. А вообще, по большому счету, знаете, Инна, чего мы вам желаем? Вы рассказывали, что симфония игрушек была в Белом доме. Давайте загадаем, чтобы... А в президентском дворце давайте? Пускай как-нибудь она состоится у нас в Латвии. Она того достойна, и мы того достойны, и все. Спасибо огромное. До встречи. Хороших рождественских праздников. И все. Пусть все будут здоровы. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Утро на Болткоме.